Доброго времени суток, YouTube! Сегодня я хочу рассказать про очередную коробочку L-Box. Нравится мне их получать, что уж там говорить, наверное, когда тебе их дарят, получать их вдвойне приятно. Что могу сказать именно про эту коробочку? Некоторые меня продукты прям-таки порадовали, другие, ну, откровенно разочаровали. Итак, начать я хочу, наверное, вот с такой вот маски для лица. У меня один целый, на самом деле их было здесь две. Она увлажняющая. В принципе, у меня кожа жирная. Она в увлажнении нуждается, когда я ее пересушиваю. Но вот на моей жирной коже эффект увлажняющей маски вообще, в принципе, он не очень заметен. А вот на коже у мамы моей увлажнение, оно сразу, понимаете, оно дает свежесть, оно дает такую, ну, подтянутость, наполненность такую. Ну, понятное дело, что вот кожа совершенно по-другому выглядит. На жирной коже, на моей, я не могу сказать. Если я слежу, да, за увлажнением вообще лица, в принципе, то, ну, мягкая кожа там, ну, 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 неплохо выглядит. Ну, цвет лица при этом не меняется. И наполненность такая вот жизненными, что называется, соками, она тоже не видна особо. Поэтому, наверное, если вы летите где-нибудь в самолете, у вас долгий перелет, или едете долго, или много работаете, то в конце недели, да, наверное, эффект вот от такой маски будет заметен. Ну, а так, в принципе, если у вас более-менее все в порядке с лицом, ничего не будет особо заметно. Это вам точно говорю. У меня не было вообще ничего заметно. Еще одно разочарование небольшое. Это, я даже не знаю, что такое, твердый маникюр. В общем, вот такая вот штуковина. Здесь содержится 20, наверное, да, 20 таких накладных ноготочков. Покажу вам. У меня очень двоякое отношение к таким вещам. Мне кажется, что это всегда очень заметно на ногтях. И такой вот китайщиной отдает просто за версту. Поэтому я даже не стала им пользоваться. Я предпочитаю либо нормальный маникюр, то есть тот, который с помощью лака делается, то есть обычный, либо шелок, либо, если уж это ногти, то это должны быть хорошие, например, гелевые или акриловые ногти, которые аккуратно сделаны. Ну, а вот такие вот накладки ни о чем. Вот меня совершенно вот они не впечатлили. Что порадовало? Порадовала бронзиада. Замечательная салфетка. Вообще-то она идет для лица и зоны декольте. То есть написано, что хватит лицо и декольте. Могу сказать одно. Я не пользовалась ей на лицо, ни на декольте. Я полностью, мне хватило этой салфетки на ноги и на руки. И загар получился. Ну, то есть это автозагар. Автозагар отличный, ровненький, аккуратненький. Он не очень яркий, но в то же время, я думала, больше разводов будет. Нет, все отлично легло. И я еще сделала это на выходных. Конечно, вот этот запах автозагара, понятное дело, что он присутствовал. В понедельник на работе все думали, что я реально была на пляже и загорала. Так что, хорошая штуковина. Пара вот таких салфеток. И, в принципе, можно полностью сделать себе загар. Зубная паста. Да, странно было увидеть. Честно говоря, я сначала подумала, что это зубная паста для ребенка. Потому что у меня у сына вот точно такая же, вот джуси что-то там, только для детей. Здесь написано от 0 до 99 лет. Киви клубника. Честно скажу, мне зубная эта паста не понравилась. Она обычного такого, ну, молочно-белого цвета. Приятно пахнет. Но написано, что интенсивно укрепляющая. Мне не понравилось немножко, как она очищает. Мне показалось, что очищает она плохо. Вот. И освежает она тоже плохо. Она какая-то вот такая не сильно мятная. Ну, может, это и хорошо, с одной этой стороны. Может быть, она что-то другое содержит. Вот она содержит гидроксиапатит кальция. Не знаю, честно говоря, что это такое. Но, наверное, хорошая штука для укрепления. Ну, с другой стороны, ну, пускай. Просто меня что смущает? Когда пишут от 0 до 99 лет, то есть она, с одной стороны, безопасная. С другой стороны, она должна кучу-кучу функций выполнять. Вот, когда все в одном, вот это меня больше всего всегда настораживает. Вот не может она быть. Она будет для кого-то хорошей, для кого-то не очень хорошей. Вот для меня она оказалась вообще вот ни о чем. Это тот тюбик, который будет лежать и ждать, пока я там в командировку поеду или куда-то на отдых. Да, вот такой вот маленький тюбичек, чтобы его с собой кинуть и много места не занимало. Пожалуй, так. Так, чтобы я им вот пользовалась в данный момент. Нет, это не про меня. Малюсенькую баночку крема вам покажу. Это вот прям вот такая вот малюсенькая, малюсенькая, малюсенькая. Здесь, наверное, миллилитра 3-4 может быть. Нет, тут даже 5, наверное, нет. Она вот прям вот с мой ноготок. Вот видите, с ноготок моего большого пальца. Прям малюсенькая. Полный объем такой вот баночки стоит 5000 рублей. Очень дорого. Селекрим. Я не знаю, что это такое. Честно сказать, я вот пыталась прочитать в том, что там было. Ну, в общем, это просто увлажняющий крем. Да, у него какая-то минеральная вода, глубоководный источник, бла-бла-бла, витамин Е, селен, иммунитет. Ну, в общем... А, нет, ошиблась. 4000 рублей. 50 миллилитров стоит 4000 рублей. Я все думала, ну, что ж такого-то в нем. Обычный увлажняющий крем. Клянусь вам. Вот я не знаю, что он делает. Ну, в общем, просто хорошо увлажняет. Я им пару раз попользовалась. Решила, что надо оставить все-таки, ну, чтобы хотя бы вам показать. У него интересная текстура такая. Она кажется сначала такой вот твердой, да, то есть из баночки он плохо выковыривается. А при нанесении на кожу и при нагревании, как бы, его на теле, да, она становится такой тающей, очень такой приятной. Пользовалась всего лишь три, наверное, раза. И, честно говоря, решила, что это не на каждый день для меня, потому что для моего типа кожи этот крем, наверное, все-таки не очень хорошо подходит. Маленькое черное платье от Guerlain. Это не мой аромат, однозначно, потому что он для меня слишком какой-то классический, такой скучноватый. Так, две штучки покажу. Это шампунь вот такой вот от Cloran. И тоже от Cloran кондиционер. Понравились обе. Шампунь содержит гранат для окрашенных волос. Он маленькое количество требуется, прекрасно пенится. Волосы после него приятные, то есть они не такие, не знаете, не скрипучие. Окрашенные волосы, это же поврежденные волосы. И он позволяет поддерживать окрашивание, да, достаточно долго. То есть не позволяет цвету вымываться. И, по-моему, он даже содержит какие-то солнцезащитные фильтры, если я не ошибаюсь. И тоже от Cloran. Ну, это вообще, конечно, сказка и песня. Он так приятно пахнет. Это бальзамополаскиватель с маслом манго. Написано, что он питательный. Вообще у него очень такая жидковатая структура для питательного бальзама. Но эта вот жидковатость, она действительно обманчива, потому что волосы, он, ну, мои, по крайней мере, он действительно их напитывает. Они утяжеляются. Это вот единственная такая проблема. Лучше только на кончики наносить. Он такой жиденький, прям вот совсем-совсем жиденький. Пахнет он офигительно. Это вот даже слова нет, не передать. Это вот настоящий запах манго. Вот не искусственный, не химический. Это просто такая вот очень приятная штука, которая поднимает, особенно если пользоваться утром, поднимает настроение на весь. Вот, в принципе, все, что было в моей, получается, июльской коробочке Эльбокс. Всем большое спасибо за внимание. Всем всего самого доброго. Найдите меня в Твиттере. Я есть в ВКонтакте и в Инстаграме. Всем еще раз всего самого доброго и пока! Субтитры подогнал «Симон»!